Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи объяснили, что максимальная упругая деформация льда должна составлять около 15%. Однако экспериментально ученые смогли достичь упругости в менее 0,3%. Причина такого несоответствия заключается в том, что кристаллы льда имеют структурные недостатки, которые повышают их хрупкость. Поэтому группа исследователей под руководством Пейжена Сю из Джазянского университета в Китае попыталась создать лед с как можно меньшим количеством структурных недостатков. Они провели эксперимент, при котором они поместили вольфрамовую иглу в ультрахолодную камеру при температуре около минус 50 градусов Цельсия. В камеру выпустили водяной парой приложили электрическое поле. Это притягивало молекулы воды к кончику иглы, где они кристаллизовались, образуя микроволокно с максимальной шириной около 10 микрометров, что меньше ширины человеческого волоса. Следующим шагом было понижение температуры до значения от минус 70 до минус 150 градусов Цельсия. При таких низких температурах исследователи попробовали согнуть ледяные волокна. Они обнаружили, что микроволокно размером 4,4 микрометра в поперечнике смогло согнуться в почти круглую форму с радиусом 20 микрометров. Это говорит о максимальной упругой деформации в 10,9%, это гораздо ближе к теоретическому пределу, чем предыдущие эксперименты, ученые добавили, что лед может выглядеть одинаково для нас, его кристаллическая структура может сильно различаться. Каждая конфигурация молекул в кристалле льда называется фазой, и таких фаз существует довольно много. Переход между фазами может происходить при различных условиях, связанных с давлением и температурой, читать далиоданные со спутников шпионов помогли выяснить причину таяния ледников Вазеиновая нанофибра быстро превращает морскую воду в питьевую житель Турции случайно нашел следы неизвестной цивилизации во дворе дома.